Наконец-то у нас получилось записать долгожданный выпуск о ГОТах, вторая часть. Если в прошлый раз мы задерживались на славянско-ГОТских отношениях до VI века, то сегодня мы поговорим о последующих веках, о времени с середины примерно VI века, о средневековье, высокое уже и, ну, можем сказать, уже и дальше. Поехали! Братцы и сестрицы, господа, всем привет! Этот выпуск является второй частью выпусков о славянах и ГОТах, так что, кто не посмотрел, советую обязательно посмотреть первую часть, чтобы вы лучше понимали контекст и чтобы могли следить за тем, о чем будем говорить в сегодняшнем выпуске. Ну, если коротко повторить, о чем мы говорили в прошлый раз, мы говорили о ГОТском народе и как они спустились из Скандинавии сначала в направлении Оюма, то есть территории современной Украины, как они там соприкасались со славянами и как пошли дальше потом. Отделились на территории Восточной Европы на больше ГОТских племенных военных союзов, другие Ост-ГОТЫ или Остро-ГОТЫ и потом еще есть Кримские ГОТЫ, Тервинги, Греутинги и так далее, которые уже не особо важны для нашего сегодняшнего рассказа. О Визиготах мы сказали, что они пошли дальше всего на Запад, устроили на территории современной Испании свое королевство, Визиготское королевство, которое продержалось до 20-х годов 8 века, а на Криму остались еще некоторые ГОТЫ, так называемые Кримские ГОТЫ. Это были ГОТЫ, которые задержали свою идентичность дольше всех других. Но сегодня мы сосредоточимся больше всего на Ост-ГОТАХ или Остро-ГОТАХ. Давайте коротко посмотрим список тем, о чем сегодня будем говорить. Если в прошлый раз мы говорили много о языке, о годских заимствованиях в славянском языке и отчасти наоборот, то сегодня больше речь будет об историческом размышлении о годско-славянских связях и больше о разных исторических событиях, которые как-то сближают историю ГОТОВ и славян. Двух, так сказать, двоюродных братьев индорапейского народа, допустим, для этого разговора. Итак, когда мы посмотрим в средневековые славянские источники, что они говорят о ГОТОХ? Их, на мой взгляд, удивительно много. Во всех них так или иначе проявляется какая-то связь ГОТОВ со славянами, или, по крайней мере, осознание о существовании ГОТОВ среди славян. Но как это все точно было, вот это сейчас и расскажем. С этого начнем, и потом продолжим о том, как именно южные славяне связаны с ГОТОМИ, и почему ГОТОВ вошли в традицию некоторых южных славян. И тут будем заниматься некоторыми источниками из XII-XIII веков. И давайте сначала посмотрим, что это за источники. В прошлый раз я упоминал римские или византийские, если хотите, источники, или, ну, можно сказать, и ГОТСКИЕ источники Иордана, и его труд Гетика, и Прокопия, и его главный труд о ГОТОХ, и славянах, де БЕЛО ГОТИКО, то есть о ГОТСКОЙ ВОЙНЕ, о которой сегодня и пойдет речь. Потом в Средневековье, там, с XI-XII веков дальше у нас появляется несколько источников, которые очень интересны для нас. Так, например, если посмотреть у западных славян, сохранилась напись эпиграфическая, или, точнее сказать, эпитофическая, то есть на могиле которая, где Болеслав именуется королем королевства славян, готов или поляков. Болеслав — это был первый король Польши, который правил Польшей где-то там в начале XI века. Естественно, сама эта надпись с гроба, надпись не с гроба, а как же она по-русски будет, ну, с этой могильной плиты, так скажем, могильного камня, она датируется немножко позже, но это один источник, значит, западно-славянский мир. Но что у нас было в восточнославянском мире? Тут у нас есть очень драгоценный исторический источник, слово «полку Игореве». Об этом источники-историки много спорили, не только историки, так же и литературоведы, то есть подделка ли это из XVIII века или более поздних времен, или это оригинал из Средневековья. И все-таки большинство ученых сейчас принимает точку зрения, что речь идет о оригинале. И там упоминаются какие-то готские девицы, которые пели про время Бусова. Естественно, мы, как историки, должны и к этому достаточно так критично подойти. В прошлом были выдвинуты такие теории, что этот Бус — это на самом деле тот босс, которого упоминает Иордан, который, так сказать, первый известный герой славян. Однако доказать это достаточно тяжело. Но есть какой-то контекст, какая-то связь с готом, и упоминаются какие-то готские девы. Потом, если посмотреть еще на историческое литовское название для белорусов прежде всего, то оно звучит как «гудай». И существует теория, которая, на мой взгляд, имеет довольно веские аргументы, что это название происходит именно от готов, то есть «гудай» — «готы», которое потом просто перенеслось на славян, которые там жили, собственно, на территории Беларуси. Такой перенос названий на самом деле в истории народов не является ничем исключительным, ничем удивительным. Так, например, у нас есть пруссы, которые исторические, балтийские пруссы, они были балтийским народом, близким к литовцам и к латышам. Но там с 17 века этот термин относится прежде всего к немцам, которые заселились среди этих пруссов, и, ну, некоторых истребили, некоторых ассимилировали и так далее. Нам также известен вот болгарский этноним, который изначально не является славянским, но ныне мы знаем, что современные болгарии — это славяне, братья наши. Да, в общем, такое происходит. В истории имена могут переноситься и меняться. Такой же пример будет тут с белорусами. Другая теория говорит, что Гудай на самом деле это не связано с этнонимом, а что это какое-то исконное литовское слово, древнелитовское слово, которое обозначает, сейчас я могу ошибиться, что-то в связи с лесом или с топонимикой, в общем. Вот, потом нам интересны еще сербские источники с XIII века, дальше, согласно которым Готы, или Готский этноним, это древнее название старых, древних болгар. У нас зафиксирована связь Готов со славянами из западнославянского мира, из восточнославянского мира, и больше или сильнее всего у южнославянского мира, что на самом деле довольно логично. Если вспомним V век, там Готы, Ост-Готы, Вест-Готы, те и другие, разные Готы, в общем, они стали переселяться на юг, на территорию современных Балкан, стран западных, как и восточных, то есть стран Болгарии, Македонии, Сербии, Северной Гречии, части там Румынии, потом Боснии, Герцеговины, Черногории, Хорватии, части Венгрии и Словении. И после того, как визыготы ушли, в конце V века, точнее, около 493 года, появился такой готский вождь, такая довольно сильная личность, которая потом перешла в легенды. А это Теодорик. Не знаю, как точно по-русски его будете называть, так что напишите в комментариях. У него получилось победить Одуакара, который в то время был правителем Италии. И на территории Италии и Западных Балкан Теодорик основал очень большую готскую державу, но для тех времен очень большую, которая охватывала территорию от современной Южной Франции, потом всей Италии, Альп, Западной Панонии, то есть современной Западной Венгрии, Западного Балкана, там, где ныне страны Словения, Словения, Хорватия, Босния, Черногория и частично Сербия. И это готское королевство, оно на самом деле продлилось не особо долго, то есть оно закончилось уже где-то после середины VI века, когда мы как раз имеем информацию о массовых переселениях славян на Балканы, вернее не о переселениях, а о нападениях на Балканские территории Римской империи. И в этом королевстве владело девять документированных королей. Первый был Федорик Великий, который правил с 493 по 526 год. Он считается самым главным готским правителем, точнее, остготским правителем. В его времена, в его державе был известен такой философ Боэциус, Боэтий, он будет известен тем, кто занимается историей христианства. После Теодорика король был Аталарик, потом Амаласвинта и Теодат, Амаласвинта это девушка, женщина, естественно, потом Витигес, Ильбидат или Ильбидат, Эрарик и предпоследний Бадуилла или Тотилла, который для нашего рассказа будет самым важным, и последний из них был Тея. Этот Теодорик Великий, он действительно совершил такие великие дела в контексте германских вождей, что у него как-то получилось войти в легенды многих германских народов как легендарная личность. Например, в немецкую традицию он вошел как Дитрих фон Берн, потом в нордийскую, в северногерманскую как Феодрекр или Фидрекр, и в древнеанглийскую как Теодрик. Он после себя оставил большое наследие. Но для самых отношений со славянами он не настоль важен. Легенда о нем — это для нас все-таки очень важная информация. Это именно потому, что события, в которых Теодрик жил, они с VI века. А эти нордийские саги и древненемецкие саги или скандинавские, или староанглийские саги, они записаны, зафиксированы гораздо позже. То есть говорим о XIII веке, например. То есть 800 лет прошло, и 800 лет устно эта легенда переходила с поколения на поколение. А это для нас важно потому, что это как раз доказатель, что устное передание может жить очень-очень-очень долго. Существуют и такие славянские передания, но о них опять же поговорим в каких-нибудь других выпусках. Для гоцко-славянских отношений особенно важный король Бадуилла и Тотилла. И то время, когда он был правителем Остготской державы с 541 по 552 год. Давайте сначала вернемся в десятилетие до его правления. В 535 году началась очень длинная, изнурительная война, гоцко-римская война. И она длилась почти 10 лет. Она была очень страшная, очень ужасная. И последствия были довольно тяжелые и, в принципе, изменили судьбу Италии и Полкан на долгое время. Да и Рима, что тут уж говорить. Это как раз та война, участник которой является автор нашего источника, Дебело Готтико, то есть Прокопий. Он как раз участвовал в этой войне, где он и встречался со славянами, антами, готами, народом, который в источниках все до сих пор по античной традиции называют гунами, а, вероятно, и речь идет уже о протобулгарских племенах и племенных союзах. На протяжении Готтской войны славяне были очень активные, поэтому они и появляются в источниках одновременно, начиная с Прокопия, уже и с Ярдана. И вот это как раз этот контекст, где у нас есть, можно так сказать, в сравнении с предыдущим временем, уйма источников, которые уже говорят о наших предках конкретно. И в этой войне славяне были и союзниками римлян, и соперниками римлян, и союзниками готов, и врагами готов. В общем, где они только не были, воевали на всех странах, очень часто, конечно же, играли в свою игру, то есть смотрели, каковы были их интересы, и уже из этого исходили, потом и заключали союзы с Римом или с Готами, когда это было, естественно, нашим предкам полезно. Эту войну против Готов, против Остготского королевства, начал, наверное, уже сейчас всем известный, император или Василевс Византийской империи, Юстиниан. Еще один известный участник этой войны это Белизар, или Велисар, как верховный главнокомандующий, можем так сказать, византийской армии, человек, который был главным организатором военных операций Римской империи на территории Западных Балкан и Италии. Эта война входила в план большой римской реконквисты Западного Балкана, естественно, и Италии, что отчасти потом и получилось. Эта война была очень губительная, очень много людей в ней пострадало, так что в итоге из-за этого, ну, можем так сказать, освобождения со стороны Рима, Италии, последствия были хуже, чем во времена правления самих Готов, которые, естественно, считали эту римскую культуру, которую нашли в Италии, более престижной и относились к ней с уважением. Несмотря на то, что даже по религии они отличались, они были арианцами, а большинство населения было христианами правоверными. После шести лет войны началась очень большая чума, еще известная как Бубонская чума или Юстинианская чума, которая с 541 до 549 годов взяла жизни у очень многих людей в рамках Римской империи и в соседстве. И ученые ныне считают, что погибших именно от этой болезни было между 15 миллионами и 100 миллионами. В любом случае, это было очень-очень много, и это ощущалось. И представьте себе сейчас на Балканах, когда все эти войны были, да, люди прятались куда кто мог. Кто-то в горы, кто-то в более повышенные местности, кто-то в Италию или кто-то еще дальше. Каждый в какую-то сторону. И, естественно, Балканы тут достаточно опустили, потому что, если вспомнить, на этой территории нестабильные времена наступили еще с приходом гунов. И, естественно, люди, которые мечтают о чем-то, думают о какой-то жизни, они не будут жить в такой среде. Но будут те, кто не смог убежать, так скажем. То же самое было в те времена. После этих гунов потом наступило еще годское, германское время, когда тоже очень много нестабильности было везде, после трех столетий стабильного римского развития. И, естественно, все это создавало такие впечатления, что как будто конец мира приближается. Еще с тех времен известны сильные-сильные землетрясения, одно, которое прошло как раз, которое произошло как раз в середине VI века. Но демографическую обстановку несколько десятилетий позже исправили славяне, которые массово переселялись туда, особенно в северо-западный, в северо-западную часть Балкана, территорию современной Словении и Хорватии, что можем сказать на основе генетических исследований на настоящий момент. И вот теперь приходим к двум самым важным источникам о славянах и готах для сегодняшнего выпуска. Это летопись Попа Дуклианина и Хистория Салонитана, то есть сплитская история архидиакона Фомы из XIII века. Они содержат много информации о готах и славянах в сравнении со всеми другими источниками и приводят славян с готами в прямую связь. Но кроме Попа Дуклианина и кроме Фомы архидиакона еще стоит упомянуть кронику Дандоли Дандоли Кроникон и письма римского папы, где тоже готы и славяне приводятся в связь друг с другом. А еще есть один удивительный факт. Венгры славян, которые живут по соседству, то есть словаков, славянцев и северных хорватов, так скажем, называют одним уникальным названием тот или множественное число тоток, то есть тоты. Тут интересно, почему вдруг славян стали так называть. Согласно одной из более вероятных теорий, это название вошло в венгерский язык из какого-то германского языка, предполагается, что из гипидского, потому что гипиды жили некоторое время на территории современной, особенно восточной венгрии, и даже и в готском языке, да, мы видим, что они как народ называются тватготьюда, то есть этот корень тват, 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 это однокоренное с корнем тойч, то есть дочь, или тоже с тем, что упоминается у названия, у имени иллирийской королевы теуты, или даже в литовском языке литовцы исправьте, если я ошибаюсь, но есть же слово толта, народ, ну и это как раз этим названием венгрии стали называть своих соседей славян, толток, ну это такой, такая, такой интересный факт, давайте теперь посмотрим еще на другие источники, которые говорят уже конкретно о некоторых славянах на территории Италии, западных Балкан, Панония и так далее, и что мы об этом времени знаем. Вес VI века, особенно время середины VI века, было очень тяжелое. Славяне в широком смысле этого слова, то есть славяне, анты, Венеды и так далее, беспрестанно нападали на территорию южнее реки Дунай, они приносили большой ущерб всей Римской империи, как я уже говорил, воевали они по разным сторонам, баррикад, Некоторые из них даже вошли в империальную армию, такие как Суарунас, а некоторые воевали как наемные войска под командованием разных германцев. Давайте теперь посмотрим на славян, о которых пишет Прокопий, и что происходило в определенные года. Уже в третьем году Готско-римской войны, в 537 году, на стране Рима, как союзники Велизара, упоминается 1600 конников, по народности склавенов, антов и гуна, предположительно протоболгар. Они участвовали в войне возле самого города Рима, под командующими Мартином и Валерианом, которые и привели этих 1600 конников, садников, между которыми было больше всего, как говорит Прокопий, гунов, склавенов и антов. А их отечество, как утверждает этот же Прокопий, находилось северно от реки Дунай. А в 539 году Прокопий пишет, что славяне очень хорошие, как бы это по-русски сказать, гберильские военные, то есть очень хорошо они нападают из всяких узких проходов, лесов, то есть можно сказать, как такие себе партизаны шестого века. И когда воевали так, они были непобедимы, потому что, как правило, они очень хорошо разбирались в окружающей среде и в лесах, естественно, они набирались опыта столетиями и в своей прародине и дальше, когда стали выходить оттуда. Вот есть у нас такой пример как раз о 539 году о каком-то очень хитром склавянине, то есть склавене. Среди тех воинов Валериана, этот же подкомандующий Валериан, выделил какого-то славянина, о котором он знал, что он очень хитрый и он может сделать то, что ему прикажут. И приказал ему, чтобы он похитил какого-то гота. Вот славянин, конечно, совершенно без проблем справился с этим. Он подождал этого гота высокой траве и когда год пошел собирать траву для лошадей, славянин выпрыгнул, взял его и отвез его обратно к командующему Валериану. Во время этой же годской войны между 533 и 545 годом другие славяне и анты беспрерывно нападали на Рим. Благодаря политике и усилиям Рима анты и славяне друг другу объявили войну, которая тоже билась достаточно долго, пока они в конце концов не примирились и дружными силами стали опять же воевать против своих общих врагов. В 546 году другая группа славян, около 300 солдат антов. В 546 году Лукани победила Татилу и его Готов, и в это же время Лангобарды покидают Панонию, и туда переселяется все больше и больше и больше славян. Естественно, не на пустые места, не все же уходят, гипиды остаются в этой же Панонии, там же авары тоже появляются, то есть очень-очень много разных народов, но для нас очень важно то, что славяне начинают на постоянной основе жить в Панонии с этого времени. Тут, кстати, кому интересно больше, может посмотреть наш выпуск о славянах в Панонии, и тут есть одно интересное упоминание германского вождя, у которого боролись славянские наемники. О нем пишет Прокопий в своем труде о годской войне, кроме него об этом пишет и Павел Дьякон в VIII веке. Этот лангобард, германский полководец, называется Ильдигес, Ильдигес, Ильдигес и так далее упоминается в источниках. Он вмешался в какие-то лангобардские междоусобицы и от лангобардов он убежал к гипидам, которые в тот момент жили на территории между Карпатами и Тисой, то есть, грубо говоря, современная Восточная Венгрия и Северо-Западная Румыния. Так началась гипидско-лангобардская война. В итоге он с некоторыми лангобардами и гипидами вынужден был бежать к славянам через Дунай. Некоторое время он там жил среди этих славян. Позже о нем есть информация, что около шести тысяч воинов под его командованием решило пойти с ним в сторону Италии, где они хотели присоединиться к Татиле и к его Готам, чтобы воевать против Рима. А все это происходило в 548 году. В этом же 548 году Ильдигес и его славяне проходят через территорию Словении, вероятнее всего. И это время было время, когда у нас есть первый зафиксированный момент славян на территории современной Словении. Они там, конечно же, не задержались, потому что Ильдигес почему-то передумал, когда уже был в Северной Италии и решил вернуться на север к славянам, как сообщают источники. И все это происходило в 548 году. Через год большие войска славян переходят Дунай и, ну, делают то, что делали уже долго. Воевали по Балкану. Это было около трех тысяч славянских воинов. О них мы узнаем, что похитили около десяти тысяч римлян и отвезли их с собой обратно в славянскую прародину, так сказать. И как раз воевали на территории Западного Балкана и Восточного Балкана в те времена, когда римская армия была занята битвами в Италии против Татилы и его Готов. И вот тут у нас опять же есть эти римские источники, которые говорят о том, что славянам нельзя было доверять. То есть, если славяне говорили, что они будут держаться договора какого-то, это вовсе не означало, что они это будут делать. То есть, они могли сегодня сказать, да, римляне, мы вам поможем воевать против Гота. Через день уже вместе с Готами нападаем на римлян. Ну, и наоборот. Естественно, каждый тут смотрел свою пользу, так самому разбогатеть и как самому для себя сделать так, чтобы жилось хорошо. Тут у нас есть известия, гордиться, но каждая война, она есть война. Или, как говорил мой дедушка, на войне грушами не делятся, то есть, на войне ничего такого хорошего нет. Ну, и тут мы из источников узнаем о том, что очень многих римлян славяне убили, насадили их на... А как это сказать по-русски? Сразу приходит на ум граф Влад Тепеш Дракула, который людей накалывал на этой палки длинные. То же самое делали славяне в 6 веке. В том, что говорят источники, они убивали взрослых, а весь скот, который они не могли отвезти с собой, они просто убивали, и римскому полководцу Азбадосу, например, сняли кожу с тела, и потом его сожгли еще. И, наверное, именно из-за этого Прокопий и его современники подумали, что славяне находятся в каком-то тайном союзе с готами, и Тутила на самом деле заплатил огромную сумму денег славянам, чтобы они нападали на римлян с севера. То есть, чтобы римляне таким образом оказались между готомы с одной страны, и между славянами с другой страны. И, возможно, даже действительно было так. А римляне заметили, естественно, что когда римские войска отправляются в сторону Италии, тогда славяне, как со спины, переходят в Дунай и там воюют, там похищают, там убивают, в общем, там делают все, что делается на войне. Римская армия на Балканах проигрывала, терпела поражение за поражением, славянские войны оказались отличными, и тут им помогали, естественно, и другие народы, которые жили в те времена на этой территории. Так, например, имеем информацию о том, что славяне платили гипидам, а гипиды перевозили их на лодках и их плен перевозили на север. А в 551 году имеем такую информацию, что славяне в очень большом количестве переходят реку Дунай и опять же нападают на Римян, и спустя два года новое известие о том, что готы были наконец-то разгромлены. Вскоре после этого исчезла их идентичность, наступили экономически очень тяжелые времена, регион был исчерпан войной, чумой, землетрясениями и другим. Так вот, что произошло после этой войны? Готы более-менее исчезают из источников, за исключением кримских готов, с которыми, кстати, Тотила тоже пытался навязать как-то контакт и привлечь их в войну против римлян, но это было безуспешно, и они остались себе жить там. На Крыму приняли православие, и, ну, со временем, с приходом татар, они исчезли или просто слились с этими людьми, но это уже было там в 16-17 веках, когда в местном языке еще было найдено несколько так называемых кримских готизмов или готицизмов, и когда они потом навсегда исчезли. Так вот, как славяне запомнили все эти события? Тут сейчас начинается разговор о тех источниках, о которых я говорил, значит, о первом источнике, это летопись попа Дуклянина, и что же наш поп Дуклянин говорит о славянах и о готах? Летопись попа Дуклянина также еще известен как Барский родослов или Королевство славян. Это большая такая южнославянская летопись, связана теснее с Дуклянским королевством, с Дуклей, это государство, которое находилось примерно на территории современной Черногории, Южной Хорватии и части Боснии и части Сербии. Это летопись для нас южных славян имеет примерно такое же значение, как для восточных славян повесть временных лет, или как для западных славян кроника польская гала анонима. Да и написана была примерно в одно и то же время. Не совсем известно, кто автор этого труда. Это некий поп Дуклянин, но кто именно он, но тут историки спорят, кем он мог бы быть, хотя это и не существенно для нас. Хотя и сама дата написания этого источника спорна, все-таки большинство историков считает, что этот источник был написан в 12 веке. Я не имею никакой веской причины с этим спорить, так что принимаю такую же дотацию. О чем данная летопись? Она охватывает время примерно с конца 5 или с начала 6 века по 12 век, по-другому от Василевса Анастазия, византийского императора начала 6 века, вплоть до императора или Василевса Иммануэла Первого Комнина в кенце 12 века. И в самом начале этого источника узнаем, что автор написал свой труд на желание городской молодежи, чтобы им было что читать, так сказать. И он сам утверждает, что этот труд является переводом из славянского языка, то есть оригинал у нас был на славянском языке, вероятнее всего на каком-то изводе церковно-славянского, который на тот момент существовали. Это может быть хумский извод, или дуплянский извод, или сербский извод, или хорватский извод, возможно, даже болгарско-македонский извод церковно-славянского языка. Мы не знаем, потому что оригинал утрачен, естественно, и сохранился только перевод на латынь, который, как кажется, был написан именно для городской молодежи, которая владела латынью, и которая вот это читала. Эту книгу он называет libelum gotorum или по-другому sclavorum regnum, то есть сам утверждается, что это называется книжка о готах или по-латински книжка о славянах, хотя латинское предложение допускает и такую возможность, что книжка называется книга о готах о латинском языке, которая также известна как славянское королевство. И уже тут видим определенную синонимику между терминами готы и славяне у попа дуклианина. Также он говорит, что эта книга была переделана или переведена из славянских букв на латинские буквы. Естественно, за этим выражением могут скрываться либо кириллица, или, на мой взгляд, еще вероятнее глаголица, которая в то время еще использовалась активно, особенно в хорватском приморье, да и в Сербии еще в 12 веке использовалась глаголица и на территории Южной Хорватии. Так что это совсем возможно и вероятно. И летопись покрывает, если можем так сказать, историю прежде всего южных славян, то есть хорватов, боснийцев, сербов, дуклянцев, черногорцев и так далее. Естественно, все это современные названия, которые сам автор не использует, только когда там определяет, допустим, территории славянского королевства, да и там это так, не напрямую, а в этом пишется, потому что, как правило, все эти концепты божья появились. С того, что известно из других источников, годская идентичность во время написания летописи Попа Дуклянина уже давно не существует, ее уже нет, она не актуальна, не живая, но она упоминается в исторических источниках, как что-то из прошлого, как какое-то название, древнее, старое название. Вот тут появляется, возникает такой вопрос, как понимать это связывание готов со славянами у Попа Дуклянина? То есть, правда ли он говорит, что готы это славяне, а славяне это готы? Конечно, об этом было высказано очень много теорий, и как раз этот Поп Дуклянин, еще другой источник, которым сегодня будем заниматься, историей Солонитана Сплитского архивиакона Фомэй, стали основой для зарождения теории о готском происхождении хорватов, которая образовалась в 20 веке, и которая оказалась с катастрофическими последствиями, потому что эта теория была очень полезна для немецких нацистов, а также для хорватской фашистской верхушки во времена Второй мировой войны, которая таким образом доказывала, что хорваты на самом деле не славяне, а это славянизированные готы, поэтому имеют право на существование в этой новой германской немецкой Европе. Но, может быть, к этой теме еще вернемся, но пока давайте еще о летописи попа Дуклиянина. Вопрос, почему поп Дуклиянин решил, что славяне как-то связаны с готами? Вот мы точно не знаем, может быть, он это использовал какой-то более ранний источник, или, может быть, существовало такое предание среди приморских славянских элит, потому что этот же связь появляется как в дуклианских источниках, то есть как раз в летописи попа Дуклиянина с территории примерно той, где современная Черногория, а также и среди хорватской королевской элиты. Тоже хорватская элита как-то связана с готами. Вопрос в том, как она связана. Хорватские историки Хершак Эмил и Борис Никшич, и там была еще одна русская ученая, я забыл фамилию, по-моему, имя было Ольга, они предложили, что теория о готском происхождении элиты среди хорватов, это является своего рода легитиматическим мифом ранней хорватской династии. то есть это хорватская династия, которая в историографии называется Терпимировичи, она оправдывала свою власть своим происхождением якобы от готов. Это отнюдь не значит, что у этой элиты было и фактическое готское происхождение. Просто это было на тот момент престижно, и этим они могли хвастаться. Это так, как будто я хочу доказать, что я потомок какого-то славного предка, и поэтому я всеми силами доказываю, что этот славный великий предок был именно моим пра-пра-пра-пра-пра дедом и так далее. Это те из вас, кто смотрели фильм 1612 «Хроники смутного времени», когда холопу придумывали родословную и вставляли туда всех славных известных личностей, то есть Джингис Хана до Александра Македонского особенно популярной личности генеалогии европейских королей и так далее. То есть это не значит ничего, не обязательно это значит что-то реальное, что эта хорватская элита действительно являлась потомками готов. Но еще в это время, в 12 веке, как кажется в этой медитеранской средиземноморской среде, считать себя готом считалось чем-то престижным, потому что готы были самые известные допустим из варваров и можно так сказать одни из самых успешных, особенно если говорит о языготах. Так об этом говорят Никшич и Хершак. Но на самом деле может в этой готско-славянских связях, которые зафиксированы с 12 века дальше, может быть что-то более глубокого. Но для этого мы опять должны вернуться в 6 век. Тут уже славянский германист Якуб Келемина он предложил, что Гудускани есть такое племя, такой военно-племенный союз Гудускани, который упоминается в франкских аналах, это источник такой исторический из 9 века, там на территории средневековой Хорватии, то есть примерно там, где сейчас город Госпич, где Лика находится, там находилось такое племя, которое называло себя Гудускани. На тот момент, то есть в 9 веке, когда они участвовали в войнах против Людивита князя Славонии, то есть части между реками Сава и Дравы современной Северной Хорватии, это Гудусканское племя упоминается как союзник франков и, естественно, их королей франкских. Тут Якуб Келемина, славянский германист 20 века, предложил, что это название Гудускани как раз можно вывести из более древнего названия Гутис, Гутис, да, то есть корень Гуты, Гуты, там был Ер, Гут, и от этого слова Гудускани, то есть оказывается, что тут корень Гутский, а окончание уже славянское. И на тот момент это Гудускан и их князь, который по имени упоминается Борна. В историографии подходилось к нему как к первому князю Хорват. Он на самом деле в источниках нигде не именуется Хорватом, а именно Гудусканом и князем Гудускан. И согласно Келемины, именно эти Гудусканы, это если вернуться в VI век, когда происходил развал Ост-Гутского королевства, маленькие группы Готов сохранились на более тяжело доступных местностях. А как раз эта Лика, эта часть в Хорватии, это такая холмистая местность достаточно, ну, особенно если там о Боснии, начнем говорить. И в этих островках сохранилась очень долгоготская идентичность. И тут, якобы, согласно этой теории, она сохранилась вот до IX века, когда эти Готы уже были полностью славянизированы. То есть у них уже язык был славянский, они слились со славянскими племенами, которые жили по соседству, но они задержали это имя, Гудускани, и они задержали какое-то осознание того, что они не совсем то же, что и эти остальные племена славянские. И тут есть определенная параллель. Сейчас, я знаю, многие обидятся, что я считаю нормандскую теорию происхождения Рюриковичей, то есть русской элиты, но самая вероятная, что касается аргументов, видим тут на самом деле параллель. То есть если говорить как раз в духе, в смысле этой нормандской теории, так же как варяги вошли в это общество восточнославянское, и они уже до XI века полностью ославянили, так же и тут на славянском юге мы видим что-то подобное. То есть в этом средневековом Хорватском королевстве это изначальный импульс был от этой готской элиты, которая полностью уже славянизовалась, эта маленькая часть с этим осознанием, значит, эта элита, она сохранилась бы в этой среде. Именно из этой среды, Борниной, позже происходит славянский хорватский княжеский род Терпимировичей во главе с князем Терпимиром. И ну они там понятно женились уже со славянками и так далее, но сохраняли это передание о том, что их что-то связывает с готами. То есть это не говорится обо всем народе, это говорится исключительно о той элите, которая владела Хорватией, но такие же похожие сценарии на этот совсем вероятный и на территории Дуклии, то есть современной Черногории, а также Боснии, эти годы со временем были полностью славянизированы, так что от них мало что там осталось, славянская идентичность оказалась более сильной и выжила все эти тяжелые времена. Этот поп-дук Леонин, он приводит несколько королей этих готов, которые были на территории Западных Балканов. Согласно ему, у этого Тотилы, о котором мы говорили раньше, был брат Остроило, и от него как раз произошли вот эти славянские князя. И то, что интересно, мы даже по именам видим, что первая часть этих королей имеет сугубо германские имена, а дальше они славянские просто, такая резкая разница, потом вдруг они славянские. И вот некоторые из таких имен, это, например, король Свей Влад. Естественно, многие хорваты и сербы в этом узнали имя, которое состоит из части Свей, то есть Все и Влад. То есть это аналог русскому имени Свей Влад или польскому Свей Влад. Но на самом деле это толкование такое проблематично. А тут у нас самый важный языковой аргумент, потому что эта частица Свей, Свей Влад, записан этот король, да, как Свей Влад. Дело в том, что в 12 веке в южнославянских языках, то есть штоковских южнославянских языках, еще все звучало как Се, а не как Све. Све это более позже перемена. Естественно, если этой группе Свей не существовало во время Попадуклианина, он не мог записать это имя в значении славянском, что это Свей Влад Цевол. А на самом деле записал исконное готское имя, которое перешло от готов к славянам как раз в этой среде, где это Гудускан и так далее позже появятся. Эти имена как раз доказательство, что славяне напрямую приняли эти имена из контактов с готами. И это имя в таком случае толкуется как составлено из Суи Альдус. А это типичные германские имена, мы знаем их из других источников, например, как Адуальд, Ариуальд, Родуальд и так далее. И это имя изначально звучало как Свеоальд. Но тут такая группа плавных в славянских языках... Ой, мне кажется, что я должен сделать отдельный выпуск про то, как язык развивается и какие голосовые перемены есть в прославянском языке. То есть если посмотрим Свеоальд, это АЛД в славянских языках переобразовалось в ЛАД. То есть из имени Свеоальд мы получили имя Свеоальд. Но дело в том, что если эта перемена ВСВСВ произошла после 12 века, метатеза произошла еще в 9 веке, то есть до того, как Побдуклянин записал это имя Свеоальд. Поэтому и группа Свеоальд из 9 века перевешла в группу Све Влад из 12 века. Ну, и это одно из таких имен, которое доказывает, что славяне приняли это имя именно непосредственно от Готов. И что такой контакт был, и что скорее всего эти личности, которые упоминает Побдуклянин, они настоящие, что они не мифические какие-то, а они настоящие. Другое такое имя появляется в записи как Владин. Тут тоже я на первый взгляд подумал, что это есть имя Владин, но такого имени в других источниках, во-первых, нет. В других есть очень известное и лонгобардское, и германское имя Балдуин, где тоже видим группу Ал, которая перешла в группу Ла, то есть из имени Балдин произошло имя Владин. И потом, естественно, по диссимиляции, по различению в Владин. И уже потом славяне стали это воспринимать тоже тут как свое имя. Внимание! Это мы не говорим от имени Владислав, Владу и так далее. Это совершенно отдельный славянский корень. Тут просто результат развития славянских языков и результат развития готского языка совпал. И поэтому они созвучны. Но они кроме этого не связаны. То есть я не говорю о том, что имя Влад, Владислав, Влада и так далее какого-то готского происхождения. И буду очень признателен, это не будем так понимать. Дальше у этого Попа Дуклиянина тут видим тоже интересно, что он пишет, что в это время когда был этот Владин или Балдин появились среди славян бугари, болгари. И что он называет их волгарами и говорит, что их имя происходит от реки Волги, поэтому волгари, вулгарес в латыни. Естественно, это его произвольное толкование, в которое сейчас не буду входить, почему оно произвольное, но это опять же тема для отдельного выпуска, но тут он пишет, что славяне и болгарии уже говорит о славянах, что славяне и болгарии перемешались, что у них язык один, и обычаи одни, и что они один народ. Дальше, но тут в этом контексте он точнее говорит и о готах, и о славянах, и о болгарах, что все они стали одним народом, то есть тут впервые ставить какой-то знак равенства между славянами и готами, и как раз это место, где начинают смешиваться две традиции, два предания, готское предание и славянское предание, и из них создается одно предание, которое опять же на пользу элиты 12 века. Тут упоминает еще одного готского короля, который называется Селемир, и как раз про него написано, что он наполнил эту землю множеством славян, и что славяне стали тогда как бы большинством можем так сказать на славянском юге, и тут еще одна интересная штука находится в этом, то есть раз этот Селемир привел этих славян куда-то на Балканы, то значит эти славяне раньше там не были, и опять же прошу понимать, мы тут говорим о концептах, мы не толкуем летопись Попа Дуклянина буквально, что был какой-то этот Селемир, который обязательно славян привел, нет, не так, а что то, что это просто то, как Попа Дуклянин это видел, без разницы, было это так или нет, но это визия Дуклянина, вот как такую мы ее рассматриваем, потом потом в девятой голове у Попа Дуклянина начинается уже новая такая, как это сказать, новая селина, новая тематическая часть, и центральную роль в ней имеет король, которого он называет Светопелекон, я вообще не сомневаюсь, что за этим именем скрывается маравский славянский король Светополк, потому что и весь контекст дальше такой, мы узнаем, например, что именно у этого Святополка действовал Святой Кирилл, о котором Поп Дуклянин говорит очень похвально, хвалит его где только может, поминает, между прочим, в этом контексте имя Методос, но Методос, он говорит, что это книга о славянах, Методос, то там люди могут узнать и прочитать больше, что это за книга, мы не знаем, существует разные теории, согласно одной из них это Намаканон, то есть перевод византийского права на славянский язык, создан Мефодием, но может быть и что-то совершенно другое. Тут уже потом удаляемся как-то темой связей славян и готов, и с этих пор все последующие короли Дукли, или этого славянского королевства, о котором говорит Поп Дуклианин, они просто славяне. А еще есть один факт, о котором говорит Поп Дуклианин, а это он говорит о существовании славянского королевства, которое простиралось вплоть до Аполлонии, вплоть до Польши, согласно некоторым трактовкам. Тут вопрос такой, если у него год и всегда то же самое, как славяне, значит ли это, что говорит он о славянском королевстве, большом славянском королевстве в Средней Европе, где потом владел Святополк? Если да, это опять нас возвращает в марафский контекст, контекст марафского короля, контекст зарождения славянской христианской цивилизации. Но, помимо этого, конечно, чем еще интересен Поп Дуклианин, он говорит о том, что Константин, очень святой муж, перевел на славянский язык Евангелие Псаутир, и нигде в небес не объясняет, что такое славянский язык. Славянский язык для него безусловно один, как и для других источников того времени, будь это западнославянский или восточнославянский или иные источники, это совершенно не важно. И он говорит об этом славянском королевстве могущественном, да, и это примерно то, что касается его. Следующий наш источник это история Салонитана сплитского архивьякона Фомэй из 13 века. О нем известно куда больше, чем о Попе Дуклианине известно, что он был, во-первых, архиепископом, что он действовал в сплите, и он написал такой очень-очень важный, один из фундаментальных источников для исследования хорватской истории, это как раз эта история Салонитана, где тоже занимается теориями о происхождении хорватов. Кажется, что готское имя и эту готскую теорию он принял из более ранних источников, возможно, из Попа Дуклианина, но, возможно, и из параллельных других источников. В общем, у него тоже наблюдаем за очень похожей картиной. Когда они оба говорят об истории славян, сначала используют славяне славянское имя. Видно, что он их уже отличает, а готы у него такие затуманенные немного. Но, в отличие от летописа Попа Дуклианина, у Фоми Архидиакона резко отрицательное отношение о готах и славянах и хорватах, что касается этого. И, если Поп Дуклианин в 12 веке еще использует готское имя как похвалу, как что-то хорошее, как что-то, чем можно гордиться, то в 13 веке уже Фома пишет, то есть использует готское имя как средство для того, чтобы позорить славян, потому что он описывает этих готов как орианцев и этих славян тоже, как людей, которые насиловали, храли, которые занимались коррупцией, убивали со спины, убивали как трусы друг друга, да, не друг друга только, и латынян, то есть Фома явно говорит с точки зрения этих латынян, которые еще в 13 веке населяли естественно хорватские острова, и у них были конфликты со славянами, которые жили на побережье, то есть с прямыми предками современных хорватов, то есть с хорватами, то есть готы, это у него только элемент, чтобы с ним позорить славян и показать их в более ужасном свете, и это интересно, потому что дальше в истории там в Ренессансе готское имя тоже оно ассоциировалось с чем-то грубым, варварским, нецивилизованным, и именно поэтому в Италии зародилось название готский или готический стиль для северного стиля, для стиля из немецких или северных земель, так что тут видим вот как перенеслось это готское название дальше, и также что касается письменности латиницы, то есть это северная латиница, которая развивалась в немецких землях, к ней тоже прикрепилось название готица, готика, потому что хотелось показать, что это какая-то грубая письменность, да не наша нежная, романская, красивая, а это что-то такое готское, фу, а, да, еще что-то можно можно тут добавить, что даже о славянском богослужении Фома Архидиакон говорит резко отрицательно, то есть он ненавидит славянскую письменность, он говорит, что славянскую письменность придумал какой-то или некий еретик Мефодий, и что он придумал готическую льготскую письменность, как он называет глаголицу, и что там много ереси и так далее, и так далее, ну, ему тоже известен концепт славянской земли, как и Попу-Дуклианину, славянских королей, все это ему прекрасно известно, против всего этого он борется, но так ему приблизились к концу выпуска о готах, был довольно длинным, но так как некоторые из вас написали, что задерживая нас задерживая нас подольше, так вот сегодня я вас подольше задержал, спасибо всем за внимание, за вашу терпеливость, за то, что так долго ждали, пока я не выздоровел, спасибо за все ваши хорошие пожелания, и да, если вам понравился этот выпуск сегодняшний, обязательно дайте знать в комментариях, ставьте пальцы вверх, или если прям не понравилось, пальцы вниз, но очень важна для нас ваша реакция, как вам все это нравится, как видите, я сейчас рассказываю в таком более расслабленном формате, просто со скриптами, как я работаю, тоже, когда я преподаю на факультете, и, ну вот, такой более вариант без сценария, так скажем, и, если кто-то из вас хочет прям нас и финансово поддержать, может это всегда сделать на патреоне, ссылки в описании, да, на сегодня это все, и увидимся в следующих выпусках. Пока-пока, господа! Редактор субтитров А.Семкин